Приветствую всех зрителей телеканала Freedom, меня зовут Юрий Кулинич и далее говорим о том, как Лукашенко помогает России обходить санкции. Беларусь подписала торговые соглашения с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Эти договоры могут помочь Москве и Минску получить доступ к подсанкционным товарам, считает аналитики Американского института изучения войны. Взамен Россия и Беларусь будут поставлять товары, которые из-за санкций не могут получить их партнеры. Как Лукашенко помогает Путину обходить ограничения, расскажет Андрей Дмитренко. Политическая и экономическая ориентация Беларуси на Россию поставила Минск в критическую зависимость от соседа. С 2014 года, когда союзники Киева ввели первые ограничения в отношении страны-агрессора, Кремль использовал Беларусь для ввоза подсанкционных товаров. А после того, как Минск в 2020-м оказался в международной изоляции, а многие белорусские предприятия остановились из-за массовых протестов, Москва помогла удержать экономику страны по сути прямыми дотациями. Теперь, когда Россия стала рекордсменом по международным санкциям, кооперация двух режимов достигла максимума. Вот эти связи стали еще более тесные, они вообще практически превратили де-факто Беларусь в субъект Российской Федерации. Россия – кредитор последней надежды, инвестор последней надежды, логист последней надежды, заказчик, все что угодно. Смотрите на любой аспект экономической деятельности и увидите, что после 2022 года показатели существенно белорусской экономики перекосились в сторону России. С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину часть санкций в отношении Москвы распространилась и на Минск. В июне 2024-го ЕС в очередной раз ужесточил перечень ограничений в отношении Белоруссии. В первую очередь Брюссель сосредоточился на том, чтобы предотвратить обход санкций. К примеру, теперь европейские экспортеры должны включать в контракты так называемую статью о запрете Беларуси. Речь идет о запрете реэкспорта в Беларусь под санкционных товаров, в том числе товаров двойного назначения, технологий, оружия и боеприпасов. Одной из важнейших для двух режимов сферы кооперации является военно-промышленный комплекс. Белорусские заводы производят вооружение для российской армии. Такие масштабные заказы привели даже к некоторому росту экономики после 2022 года. Хотя, по мнению экспертов, такая тотальная зависимость от Москвы рано или поздно приведет к обвалу. Когда все яйца в одну корзину сложили, естественно, что, не дай бог, корзина упадет, а она с высокой вероятностью упадет. Ну тогда все будет в смятку. И тогда вот это будет тот настоящий такой системный структурный сбой, от которого нужно будет избавляться исключительно рыночными реформами. Лукашенко не прочь подстраховаться. Единственный надежный вариант, по его мнению, Пекин. За последние полгода белорусский диктатор дважды встречался с руководством КНР. Стороны подписали экономические соглашения. В Минске заявили, их потенциал оценивают более чем в 3,5 миллиарда долларов. Но, как считают экономисты, в ближайшее время ничего кардинально изменить не удастся. Прилет господина Лукашенко в Китай, и контакт, и активное способствование инвесторам из Китая, и восприятие Беларуси китайцами как плацдарм для новых инвестиций. До тех пор, пока будут продолжаться санкционные ограничения, единственным более-менее серьезным рынком для белорусской продукции будет, естественно, Российская Федерация. Поэтому, вот эта вот взаимосвязь, она, я скорее всего думаю, будет продолжаться и дальше. Для обхода санкций Кремль также использовал и другие государства, бывшие советские республики. Больше всего товарооборот вырос с Казахстаном, Узбекистаном и Арменией. Но меры, которые предпринимают союзники Киева, чтобы пресечь пути обхода ограничений, планомерно сужают круг торговых партнеров Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok